Добрый вечер. Основные события дня и экспертной оценки в ближайшем часе. Конституционный суд решил, что обжаловать результаты выборов нужно в судебном порядке. Стоит ли легализовать огнестрельное оружие? Нужно ли строить резервации для бомжей? Я в чиновники пошел, пусть меня научат. Россияне не хотят идти в бизнес. Чтобы обсудить эту тему, у нас есть около часа. Начну с решения Конституционного суда, которое признал право избирателей и обжаловать результаты выборов в судебном порядке, назвав сложившуюся правоприменительную практику в этом вопросе неконституционной. К такому выводу суд пришел, проверив по заявлению группы граждан, представителей политических партий и Уполномоченного по правам человека России Владимира Лукина. Собственно, эту тему мы сейчас будем обсуждать с Андреем Бузиным, председателем межрегионального объединения избирателей, ведущим экспертом организации «Голос». Андрей Юрьевич, здравствуйте. Алло, Андрей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы оцениваете вот это решение Конституционного суда? Я оцениваю его как некоторое положительное явление. Честно говоря, я немножко даже удивлен. Удивлен, потому что противостояние в Конституционном суде было довольно серьезным, и фактически со стороны, против данного постановления выступали все государственные органы, за исключением Уполномоченного по правам человека. Были отрицательные отзывы на эти заявления со стороны ЦИКа, Минзюста, Генеральной прокуратуры, Государственной Думы, Совета Федерации, представителя президента и, наконец, Верховного суда. Верховный суд уже довольно давно заявлял о том, что отпаривание избирателями выборов итогов голосования не является правомочным. Ну вот теперь Конституционный суд все-таки принял положительное решение. Хорошо, Андрей Юрьевич, а чем государственные органы мотивировали свою позицию? Тем, что суды будут завалены огромным количеством исков? Это было одно из мотиваций, а остальное, с моей точки зрения, были такие демагогические доводы, что подобного рода заявления – это оспаривание прав неопределенного круга избирателя, а не конкретного избирателя. Ага. А что на практике вот это решение теперь означает? Как избиратель, который считает, что его права были нарушены, должен действовать? Избиратель, который на данном избирательном участке посчитал, что неправильно подсчитан его голос или голоса нескольких избирателей, имеет право подать в районный суд на данную участковую избирательную комиссию с требованием отменить итоги голосования на данной комиссии, ну, либо, по крайней мере, произвести пересчет голосов в данной комиссии. Ну, это первое следствие. Есть еще следствие того, что были уже многократно отказы и прекращение дел судебных, и вот они вообще, говоря, не исключено, что будут возобновлены. Скажите, вы полагаете, что вот такая процедура, суды быстро будут принимать решение? Ну, вот посчитали, да, голоса, передали все данные в избирком, да, оттуда данные тоже ушли, то есть фактически цепочка уже сработала. В этот момент кто-то обращается в суд, и цепочка должна заработать заново. Как быстро это может происходить? Отмена итогов голосования у нас возможна в течение одного года после официального объявления итогов голосования и результатов выборов. Поэтому, а далее суды ограничены тем процессуальным сроком, который записан в Гражданском кодексе. В 26 главе Гражданского кодекса записано, что они должны рассматривать эти дела в течение месяца. Хорошо, спасибо вам большое. С нами был Андрей Бузин, председатель Межрегионального объединения избирателей, ведущий эксперт организации «Голос». К нам присоединяется Вадим Соловьев, депутат Госдумы от Компартии, член Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству. Вадим Георгиевич, добрый вечер. Добрый вечер. Я вот сейчас разговаривал с Андреем Бузиным, председателем Межрегионального объединения избирателей. Или он говорит, что даже неожиданное для него было решение Конституционного суда, потому что очень многие государственные структуры, в том числе Госдума, были против того, чтобы Конституционный суд признал право избирателя подавать в суд, если он считает, что его голос был неправильно посчитан. Ну, вы знаете, решение Конституционного суда, в принципе, ожидаемое было для специалистов, потому что в нашем законодательстве и в судебной практике 2007 года однозначно было и на практике применялось, и в законодательстве написано о том, что избиратели имеют право обжаловать результаты выборов. И практика шла по этому пути. А затем, начиная примерно с 2007 года, когда Верховный суд, по моему мнению, утратил остатки самостоятельности и начал выносить политические решения, в том числе по выборным делам, вдруг резко изменилось на противоположное. Поэтому, с моей точки зрения, решение Конституционного суда, оно, в принципе, ожидаемо. Но вместе с тем, вместе с тем, я не совсем удовлетворен этим решением, потому что все-таки оно ограничивает возможность обжалования итогов выборов конкретным участком, на котором голосовал избиратель. По моему мнению, избиратели нашей страны и наблюдатели, и члены комиссий политических партий, и другие субъекты избирательного процесса, они должны иметь право на обжалование результатов выборов, если они не согласны. Другое дело, какую доказательственную базу они представят. Вадим Георгиевич, ну вот там обжаловать результаты выборов, я насколько понимаю, Компартия постоянно этим пользуется. Вы знаете, Компартия, да, как участники избирательного процесса и наши кандидаты. Но дело в том, что зачастую на уровне, я имею в виду и федеральные выборы мы обжалуем, и муниципальные, и так далее. Но на уровне муниципалитетов, на уровне региональных, зачастую активность проявляют граждане нашей страны. И это очень важный факт для становления демократии. Поэтому не ограничивать, а наоборот нужно развивать этот институт. Хорошо. Когда вот после сегодняшнего решения Конституционного суда ныне действующее законодательство будет приведено в соответствии с этим решением? Ну, вы знаете, дело в том, что в соответствии с Конституцией решение Конституционного суда вступает в силу немедленно после оглашения. Поэтому в принципе, в принципе, оно должно в течение самого ближайшего времени Государственная Дума рассмотреть этот вопрос. Но практика говорит о том, что по тем решениям, по которым у большинства Государственной Думы, в частности Единой России, зачастую другая точка зрения, они пытаются затянуть этот процесс. Ну, как бы там ни было, я думаю, что до выборов 8 сентября эти изменения уже будут внесены в законодательство. Вы ожидаете большого потока жалоб? Жалоб и обращений в суд? Вы знаете, когда получают право, то примерно от общего количества жалоб, которые поступают в суды, это примерно половина жалоб от граждан страны. Поэтому я думаю, что в разы увеличится количество жалоб. Все больше и больше избирателей, они остро реагируют на нарушения закона и активно пытаются влиять на чистоту выборов. Вадим Георгиевич, вот суды прекрасно, а ответственности людей, которые допустили неправильный подсчет, ничего не говорится. Или это уже другая история? Вы знаете, конечно, это немножко другая история, но хочу сказать, что мы, Компартия, вносим постоянно вопрос об усилении административной и уголовной особенно ответственности, потому что фактически фальсификация итогов выборов – это тот же захват государственной власти, только путем фальсификации выборов. То есть это фактически речь идет о государственных преступлениях. И там ответственность должна быть до 15 лет лишения свободы. То есть вы считаете, что выборы следующие, которые вот 8 сентября, единый день голосования будут, будут чище значительно? Ну, я надеюсь, что вот это решение Конституционного суда, оно определенную лепту в чистоту выборов внесет, и количество граждан, защищающих итоги выборов, увеличится. Это безусловно. Спасибо. С нами был Вадим Соловьев, депутат Госдумы от Коммунистической партии, член Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству. Мы говорили о сегодняшнем решении Конституционного суда, который признал право избирателей обжаловать результаты выборов в судебном порядке и назвал сложившуюся правопроменительную практику в этом вопросе неконституционной. Как мы выяснили, сейчас, если избиратель считает, что его голос был посчитан неправильно, может обратиться в суд с иском о пересмотре и пересчете, пересмотре итоги в голосовании и пересчете. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, мы вернемся через некоторое время. В центре Белгорода сегодня преступник открыл стрельбу по продавцам магазина и прохожим. В итоге были убиты 6 человек, в том числе 2 девушки, 14 и 16 лет. В то же время вчера в Москве на площади Краснопресненской заставы прошел митинг сторонников легализации огнестрельного оружия. Итак, у меня вопрос к вам, к нашим слушателям. Телефон в студии 6510-996, код Москвы-495. Вопрос простой. Считаете ли вы, что в России нужно легализовать боевое огнестрельное оружие? Этот же вопрос я задаю Григорию Кертману, ведущему аналитику фонда общественного мнения. Григорий Львович, здравствуйте. Здравствуйте. Отвечаю. В стране считают, что свободная продажа оружия совершеннолетним, законопослушным и психически здоровым гражданам должна быть разрешена 13% граждан. 11 лет назад так считали 18%. То есть медленно, медленно, но неуклонно, там были промежуточные опросы, снижается доля сторонников свободной продажи оружия. Среди мужчин сегодня положительно отнеслись бы к этому 20%. Среди женщин. А аргументация вам известна? Приблизительно. Аргументация сторонников или противников? И тех, и других. Мы задавали людям вопрос, кто, собственно говоря, будет покупать оружие, если будет разрешена свободная продажа. Так вот, все-таки чаще всего говорят, что покупать будут криминальные элементы, шпана и так далее. Довольно многие говорят, что покупать будут и те, кому есть что защищать, кто не хочет быть жертвой и так далее. Но все-таки наиболее распространенная версия именно такая. Когда мы спрашиваем, к чему привела бы свободная продажа оружия, к росту преступности, к снижению, или никак не повлияло бы на уровень преступности, то тут совершенно однозначно перевес сторонников с первой точки зрения. 79% говорят, что это привело бы к росту преступности. И то, что к снижению, только 5%. Ну и остальные, либо считают, что это никак бы не сказалось, либо затрудняются. То есть однозначно подавляющее большинство россиян боится этого, считают, что это приведет к росту преступности. Да и без боевого огнестрельного оружия, с травматикой, черт что происходит, простите, конечно, за выражение. Ну а сегодняшний случай просто вопиющий, когда, насколько я понимаю из информационных сообщений, стрельбу человек открыл из карабина, потому что ему поцарапали дорогую машину. Нет, ну ключевой аргумент сторонников продажи оружия, как вы с вами, заключается, что травматика недостаточно сдерживающий фактор, а появление боевого оружия будет сдерживать потенциальных преступников. Но верят в него немногие. Кстати, мы спрашиваем, купите ли вы лично оружие, если будет свободная продажа. У нас 16% готовы его покупать сегодня, а в начале века, в 2001 году, было 27%. То есть доля снижается, но, в общем, сегодня 16% купили бы. Ну вот многие еще говорили сегодня, я читал много-много информации по этому поводу, что если бы у троих погибших, хотя бы у половины, то есть у каждого второго был пистолет, то трагедия бы не произошла. Я, например, в этом сильно сомневаюсь. Сколько других трагедий произошло бы, вот в чем вопрос. И на это просто никакая социология не ответит. В конкретной ситуации, конечно же, наличие оружия, возможность наличия оружия у всех сторон конфликта может оказаться сдерживающим фактором. А в ситуации полупьяной толпы, идущей со стадиона, оружие, рассеянное в этой толпе, ну понятно, что оно повышает риск. Насколько я понимаю, даже зарегистрированное оружие вместо массовых собраний нельзя носить? По закону, конечно. Но если таковый закон был бы принят, то, конечно, это в любом случае было бы запрещено. Но дистанция между отсутствием оружия... Короче говоря, если оно появится, это оружие, в домах, то вероятность того, что оно окажется и на улице, естественно, очень высока. Независимо от законодательных запретов. Спасибо. Вопреки некоторым представлениям, в деревнях как раз меньше всего сторонников продажи оружия и меньше всего людей, которые купили бы его сами. Это как раз представление, что в селе, где далеко от полиции, далеко от нас, это именно там-то оружие, и нужно более всего. Я нередко слышал такую точку зрения. Так вот, данные его опровергают. Как раз в больших городах больше людей. Спасибо, с нами был Григорий Кертман, ведущий аналитик фонда «Общественное мнение». Мы говорим сейчас о легализации краткосвольного огнестрельного оружия. Сегодня произошла страшная трагедия в городе Белгород. Шесть человек погибло. Телефон в студии 6510996, код Москвы495. Пожалуйста, звоните, высказывайте ваше мнение. Стоит ли идти на легализацию огнестрельного краткосвольного оружия в России? Или, по вашему мнению, этого делать не стоит? Как мы узнали из разговора с уважаемым социологом, большинство россиян выступают против. Тем не менее, история, которая произошла сегодня, вызывает массу, огромную массу вопросов. В частности, по некоторым данным, человек, совершивший это преступление, это убийство, был вооружен карабином, и до этого он был четырежды судим. И как такое оружие попало в руки к рецидивисту, совершенно непонятно. К нам присоединяется Михаил Виноградов, психиатр-криминалист. Михаил Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Ой, вот даже не знаю, как вам вопрос это сформулировать правильно, чтобы сейчас... Как могло... Из-за царапины на машине идти убивать людей? Что в голове могло произойти у убийцы? Могу сразу рассказать аналогичную историю, совсем близкую. Трижды судимый, один раз за убийство, гулял с собачкой, мимо проехала машина, он испугался за собачку. Расколотил машину монтировкой или там чем-то еще. Сбегал домой, вышел с боевым пистолетом, расстрелял водителя и всю машину. Что в голове происходит у людей из-за машины? Лишить жизни шести человек, шесть человек? То же самое происходит в Подмосковье, то же самое везде. К глубокому сожалению, есть определенные категории людей. И принцип-то очень простой. Если человек один раз совершил такое убийство, он будет совершать и совершать эти убийства вновь. Поэтому происходит не столько в голове у бандитов, сколько в голове у судьи, которые не признают такого рецидивиста, особо опасного рецидивиста и отпускают на УДО, на условно-досрочное освобождение. А в принципе, есть определенная категория людей, которые любые проблемы мелкого характера решают убийством. Это, к сожалению, это люди вменяемые, подсудные, но, к сожалению, такие, которые пренебрегают всеми нормами общечеловеческой жизни. — Михаил Викторович, вот на ваш взгляд, легализация огнестрельного короткоствольного оружия, оно решит ситуацию с преступностью? Ну, то есть, будет всплеск или не будет всплеска? Противники и сторонники этого говорят по-разному. — Нет. Вопрос, как разрешить это оружие? Откуда взял человек боевой пистолет для расстрела? Вот этот господин судимый, кто ему дал разрешение? Если мы ведем речь о легализации оружия, мы должны начать с разрешительной системы. Мы должны подготовить людей. — У нас пропала связь с Михаилом Викторовичем Виноградовым. У нас есть звонок. Илья, мы слушаем вас. Вы в эфире. — Извините. — Мы говорим о возможности легализации короткоствольного огнестрельного оружия в России. Сегодня произошла, напомню, ужасная трагедия в Белгороде, где, по некоторым данным, человек четырежды судимый открыл стрельбу по прохожим и застрелил шесть человек. Телефон в студии 651099, код Москвы 495. Пожалуйста, звоните. К нам присоединяется Валерий. Алло, Валерий, вы в эфире. — Да. Добрый день. — Здравствуйте. — Я хотел бы сказать такую мысль, что у государства есть атомная бомба, которые никогда никем не были применены, ну, кроме американцев Керосима. Да, это сдерживающее оружие. Точно так же огнестрельное оружие должно быть сдерживающим фактором в конфликтах между людьми, между гражданами. То есть, когда на меня кто-то нападает, на меня недавно напал водитель, которому я побибикал. Он кричал, я тебя убью, и долбился мне в стекло. И он мог сделать со мной что угодно. То есть, он понимал, что я физически меньше него, и я никаким образом, там, газовый пистолет или что у нас там, травматика разрешена, она не повреждает, она не останавливает человека. Вот. А если бы он знал, что у меня может быть огнестрельное оружие, он бы не стал на меня так нападать, он бы не стал... Ну, то есть, вы говорите о том, что вы могли бы продемонстрировать наличие у себя пистолета и нападавших... Нет, я говорю, не совсем, не совсем. Я говорю о том, что он бы не стал проявлять агрессию лишь от того, что он понимал бы, что у меня может быть оружие. Да, то есть, неизвестно даже, есть оно у меня или нету. Он бы, ну, не стал на меня кидаться. У нас в Балашихе в прошлом году или позапрошлом в лесу с электрической убили восьмерых человек. Там, банда малолеток была. В течение всего лета они орудовали. Да, и они бы не стали этого делать, они бы не стали нападать на людей с ножом, если бы знали, что у кого-то из людей может быть оружие. Спасибо вам за звонок. К нам присоединяется еще один из слушателей. Илья, вы в эфире. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, ну, опять нас держат за идиотов. За нас решают, что можно, а что нельзя. Я согласен с предыдущим звонишем, что это действительно является огромным фактором для сдерживания. Это раз. Во-вторых, я согласен с специалистом, которого вы вызывали в прошлом звонке, что вопрос не к человеку, который застрелил, а к вопросу, кто ему дал разрешение, кто его выпустил условно-досрочно и так далее. А то, что любой гражданин должен иметь право защитить себя, семью, я считаю, что это даже не подбежит никакому сомнению. То есть я полностью за легализацию оружия при условии, ну, не дальнейшей, а хотя бы начать борьбу с коррупцией и привести в порядок легализацию, саму выдачу, да, то есть необходимые справки, документы и так далее. Естественно, ни в условно-досрочных руках, ни с липовыми справками силы испанцев, ну, не должно. Да, спасибо, спасибо вам за звонок, Илья. Мы продолжаем разговор с Михаилом Викторовичем Виноградовым, психиатром-криминалистом. Михаил Викторович, алло. Да-да. Да. Да-да-да. И все-таки у меня вот какой вопрос. Можно ли в России применить опыт других стран? Или все-таки общество не готово к оружию? Даю справку. Молдова по уровню, наверное, сельско-культурному ниже России, пусть не обижаются на меня, разрешение на оружие снизило уличную преступность на 40%. Польша, Европа на 20% снизилась применение, уличная преступность. Чехия на 40% снизилась уличная преступность. Когда гражданам разрешили иметь оружие, проблема не в самом разрешении и не в законопослушных гражданах. Проблема все-таки в полицейском аппарате, который вам в интернете. Вам доставят на дом все, что вы хотите сегодня без всяких справок. И огнестрелы, и резинострелы, и водительское удостоверение, и все на свете. Вот для того, чтобы мы пошли по пути окружающих нас в государстве, чуть хуже, чуть выше по уровню культуры, надо навести порядок в судейской, в разрешительной, в полицейской системе. И в обучении людей владеть этим оружием. Спасибо вам. С нами был Михаил Виноградов, психиатр-криминалист. Мы говорим о возможности легализации огнестрельного оружия в России. Предлагаю дать слово еще одному нашему слушателю Давиду. Давид, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Я абсолютно согласен с господином Виноградов, что куча проблем связаны с коррупцией и прочими делами судебной системы во власти в целом. Ну, хотел бы свое мнение сказать по поводу оружия. Значит, во-первых, мое личное глубокое убеждение в том, что оружие в принципе надо не то, что запретить, а истребить, так как я миролюбивый человек. Это во-первых. Во-вторых, надо лишить возможности, что ли, СМИ, такими, как телевидение, кинотеатр и прочее, во всяком случае уменьшить насилие с экранов, чтобы в детские умы и в юношеские возрасти не вливали вот эту стену и помои, даже вот так бы я сказал, насилие. Когда человек растет исключительно убежденным в том, что единственное решение проблемы, это либо убить кого-то, либо покалечить кого-то и так далее, так далее в этом направлении мысли. Спасибо, Давид. Спасибо. Мы, к сожалению, вынуждены прервать вас, потому что совсем у нас не осталось времени. Мы говорили о возможности легализации оружия в России. К сожалению, трагедии происходят по разным совершенно причинам, в том числе из-за того, что оружие попадает в руки преступников и рецидивистов, как выясняется. Но можно таким же успехом запрещать кухонные ножи, которые являются самым массовым орудием убийства в мире. Мы прервемся на небольшую паузу. Оставайтесь с нами. Бездомные есть в 70% российских населенных пунктов. Таковы результаты опроса Фонда общественного мнения. Около половины россиян относятся к бездомным сочувствием. Чуть меньше полагают, что бездомные сами виноваты, что оказались в таком положении. По мнению подавляющего большинства респондентов, бездомным должны помогать власти. 8% опрошенных считают, что этим людям следует полагаться только на собственные силы. При этом в акциях по сбору медикаментов, одежды и еды для бездомных готовы принять участие порядка 80% россиян. Чаще других соглашаются это сделать, кто не винит бездомных в их положении, считает жертвами обстоятельств. На вопрос, нужно ли изолировать бездомных от общества, положительно ответили около четверти россиян. Пожалуйста, звоните в студию. Телефон 651099,6. Код города Москва 495. Вопрос простой. Как вы полагаете, следует ли вообще бороться с бездомными? Если бороться, то как им помогать? К нам по телефону присоединяется Елизавета Глинка, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь». Елизавета Петровна, здравствуйте. Алло, Елизавета Петровна. Алло. Извините. Продолжаем, пока у нас нет связи с Елизаветой Иглинкой. Продолжаем говорить о бездомных и о том, как им следует помогать. Тот опрос, о котором я сейчас говорил, выявляет интересные моменты. В общем, подавляющее большинство россиян готовы людям помогать вне зависимости от того, стали они жертвами обстоятельств или это их личный выбор. При этом, ну, что-то, конечно, делать надо с этой ситуацией. Люди все люди. И как можно помочь бездомным? Этот вопрос я задаю снова Елизавете Глинке, исполнительному директору фонда «Справедливая помощь». Елизавета Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы полагаете, как можно помочь бездомным? И вообще, стоит ли им помогать? Ну, судя по тому, каким фондом вы заведуете, стоит. Вы знаете, помогать стоит всем, кто нуждается в помощи, не только бездомным. И домные, и малоимущие, и больные. Есть очень много людей, которые в помощи нуждаются. И отказывать в этой помощи нельзя никому. По одной причине, с тем мы люди. То, что касается резервации, вы сказали 25%, ответили на этот вопрос. 22. Около четверти. Слава богу, что их не половина. Я хочу напомнить всем этим людям, которые хотят сделать въезд, это, хотя непонятно, да, вот кого они подразумевают бездомными, а то, что среди моих подопечных есть люди абсолютно всех специальных. От прокуроров, у них, кстати, два бездомных прокурора, до журналистов, писателей, музыкантов, инженеров, врачей. То есть все специальности. Это люди, которые по какой-то причине стали невостребованы, у которых приключилась какая-то трагедия дома, которые заболели, которые лишились обманным путем квартиры. Стать бездомным гораздо легче, чем кажется. Ну а в каком виде, то есть если мы говорим о людях заразных, то есть больных... А то это дело уже медицинских... Туберкулеза, то это правильнее. Тут я согласна, что больных, заразных больных, нужно изолировать только не где-то, а в больнице, где их лечить насильно по решению суда, да еще и лечить так, чтобы они не могли оттуда уйти до того момента, пока они представляют опасность для общества. Елизавета Петровна, вот какой вопрос. Почему бездомные или бомжи, да, они так социально... Тяжело социально адаптируются обратно, в обратную жизнь? Я вам отвечу, потому что они очень быстро деградируют, очень быстро. Трех месяцев вполне достаточно до полной деградации, потому что выжить на улицах, это очень трудно, понимаете? Мы с вами, люди домашние, мы не выживем, мы недели, наверное, там, без горячей воды, без туалета, без еды, без какой-то примитивной медицинской... Но люди, они хотят вернуться в нормальную жизнь? Или все-таки, к сожалению, у нас опять проблемы со связей, и я все равно адресую вопрос вам, нашим слушателям, телефон в студии 651099,6, код Москвы495. Как, на ваш взгляд, можно помочь бездомным? И стоит ли им вообще помогать, или это их личный выбор? И пусть сами, в общем, разбираются с тем, как они будут жить. Кстати, такие примеры тоже есть, и очень было интересно наблюдать однажды, как человек, которого задержала милиция, сказал, оставьте меня в покое, я так живу, это мой выбор. И, в общем, ничего ему в ответ сказать было нельзя. К нам присоединяется слушатель Евгений. Алло, здравствуйте, вы в эфире. У нас сегодня какие-то сложные проблемы с телефоном. При этом, действительно, на улице оказываются по самым разным причинам люди. Некоторых, что называется, жизнь заставила, некоторых обманули. Как вот нам рассказала Елизавета Глинка, люди очень быстро деградируют на улице, и поэтому очень сложно потом возвращаются обратно, если вообще возвращаются. И, Елизавета Петровна, вот желание вернуться к нормальной жизни у них есть? У всех, у них нет возможности, желание быть такими же, как они были раньше, до того. Ведь они, мы же все родились нормальными, правда, в родильных домах, ни на улицах, ни на вокзалах. Все хотят, не у всех есть возможности, и у нас нет условий. Вы посмотрите, половина бездомных, 50% бездомных, это люди, отсидевшие за какие-то преступления. Когда раньше была система, знаете, какой-то реабилитации постсюремной, этого не было такого ужаса. Сейчас они выходят, сейчас выходят люди, которые сели в тюрьму в 90-е годы. Они вышли в новую страну. Кроме билета в дом, который уже не существует, и справки об освобождении, плюс куча диагнозов, которые они приобрели на зоне, у них нету ни сего. Елизавета Петровна, я, в общем, может быть, заблуждаюсь, но мне кажется, что если человек хочет вернуться к нормальной жизни, он может это сделать. Работа есть, причем есть везде. Пусть не самая престижная, пусть не самая высокооплачиваемая. Но она есть, и человек способен ее выполнять. Правильно. А почему вы думаете, что они не работают? Они раздают листовки, они работают людьми, в масках, которые приветствуют вас около ресторанов. Они убирают вагоны поездов около вокзалов, в которых они, знаете, ночуют. Они работают. Большинство из них работает. Не работают совсем опустившиеся элементы, которые как раз нуждаются в изоляции и в лечении. Давайте не будем забывать о том, что трехмесячное пребывание на улице в мороз и в душе, оно не оздоровляет организм. Ну, это понятно. И есть те бездомные, которые не могут работать исключительно по состоянию здоровья. Не каждая больница возьмет их реабилитировать. Начнем с того, что у нас нет центра реабилитации бездомных. Во всяком случае, рассчитано на то количество бездомных, которое сейчас присутствует на улицах города. Спасибо. У нас есть звонок. Любовь. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я живу в доме, который расположен рядом с приютом для бомжей Святой Марии Терезы. Вы, наверное, слышали о таком. Да. Вот. Ну, у жителей нашего дома, естественно, свое отношение к этой проблеме, поскольку мы гуляем вот во дворе с маленькими детьми, и у нас довольно долго были трудности с тем, что эти люди, бомжи, да, присутствуют постоянно у нас рядом. И мы, естественно, боялись и того, что дети будут болеть, и того, что постоянно распитие напитков происходит вот на площадке. То есть даже в приюте они употребляют? Сейчас нет. Но они выходят за ворота приюта, и как бы они уже дальше свободные люди, и вправе распоряжаться собой, как им вздумается. Вот есть такая проблема, понимаете? Да, спасибо. К нам присоединяется Юлия Данилова, главный редактор портала Милосердие.ру. Юлия Константиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот вы, наверное, слышали сейчас мой разговор с нашей слушательницей. Вот такая проблема окружающей, естественно, очень настороженно, мягко скажу, относится к людям, даже которые в приюте находятся. Как быть? Ну, вы знаете, ну это естественно настороженно, потому что бездомные пахнут, бездомные распивают. Часто там проблема алкоголизма для них является острой проблемой, но требовать того, чтобы их куда-то от нас подальше удалили, ну, в общем, не совсем правильно, потому что этим проблемой не решится. И так или иначе мы будем встречать, если нет, проводить реабилитацию бездомных и не помогать им обрести человеческий облик, найти как-то работу, как-то пристроиться, устроиться в жизни, выйти в этот статус. То мы все равно будем встречать все люди из метро, в переходах и так далее. И логическим продолжением такого желания отгородиться будет то, что мы будем выгонять их на мороз, вместо того, чтобы помогать им. Потому что это, конечно, не выход. Надо, чтобы приютов для бездомных и возможности для их реабилитации становилось больше. Чтобы такой человек, и главное, чтобы такой человек, вот, лишившись, который на причине жилья, или попав в такую трудную ситуацию, например, самый распространенный случай, по нашей статистике, это, по нашим сведениям, это, когда человек приезжает на заработки в большой город, в Москву, здесь его обманывают. Он остается без денег. У него нет документов, у него нет жилья. И вот тут его очень важно вовремя подхватить, чтобы он не ушел на это дно. Потому что, как тут справедливо говорили, некоторый такой достаточно короткий период, когда человеку еще легко реабилитироваться, у него не утрачены какие-то навыки к постоянному труду. Личность еще сохранна, потому что вот долгая жизнь на улице, она разрушает личность, так что человек разрушается волей, и человек становится гораздо менее способным к ежедневному такому труду, по опыту наших помощников с издомным. Тех людей, которые очень давно прожили на улице, вот, достаточно трудно вовлечь в такую вот постоянную деятельность. Поэтому очень важно на этом этапе людей прихватить и ему помочь. Именно не удалить его от общества, не изолировать его, а нарисовать для него, вместе с ним пройти, как бы, некоторый путь такой к устройству его жизни. Но это все возможно только в том случае, если человек сам хочет этого. Для некоторых это сознательный выбор. Людей, для которых бродяжничество, это сознательный выбор, практически нет. Это очень малый процент по статистике. Людей, которые, ну, бывают люди психические, с проблемами, у которых вот есть такая проблема, но, в принципе, тех людей, которые изначально хотели жить на улице, очень и очень мало. И, как показывает опыт, я знаю несколько групп волонтеров, которые работают на вокзалах, вот, в принципе, православных волонтеров и различных. И именно пытаются перехватить людей, потому что первое место, куда спадает такой человек, это вокзал. Он там пытается некоторое время там существовать, вращаться, вокзал притягивает людей, попавших в эту беду. Можно перехватить человека и как-то его вывести из этой ситуации. Юлья Константиновна, почему, почему получается так, что люди, которые даже вроде бы реабилитированы, вроде бы вернулись в нормальную жизнь, снова и снова попадают обратно на улицу? Ну, что значит снова и снова? У нас есть случаи, когда они попадают снова и снова, когда начинают работать. У нас была история с женщиной, молодой достаточно из Молдавии, по-моему, которая здесь стала инвалидом, ей она потеряла ногу, и одно время она была беременна, работала она где-то в палатке, ее выгнали. И, в общем, наши добровольцы и сотрудники нашего автобуса Новосердия ей помогали, и она пристроила ее жить в сельскую местность, она там даже вышла замуж, родила детей, нормальная семья, у них никакая не пьюща. Вот, есть такие случаи, есть случаи, когда удается человеку вернуть в нормальную жизнь. Там главная проблема, когда человек уже выходит из состояния бездомности, спадает там в приют или дальше как-то, это нужно убедить, как-то преодолеть толкоголизм, в котором часто бездомные страдают. Спасибо. С нами была Юлия Данилова, главный редактор портала Милосердия.ру. Мы говорим о бездомных и о том, как им помочь. У нас еще один звонок. Евгений, мы вас слушаем, только по возможности быстро, у нас очень мало времени. Да, я бы сказал, добрый день. Я хотел бы сказать по поводу милосердия. Милосердие будет, конечно, хорошо и очень полезно, но почему-то милосердие куда-то все девается, когда речь касается нормальных, абсолютно нормальных людей, вот как у нас есть семья в Нижнем Новгороде, которых просто оставили жить в человеческих условиях. У них отключили и тепло, и воду, их в свое время расселили в детский садик, а потом детский садик купил другой собственник, и они там сейчас живут, у них нет ни тепла, ни воды, ни света, ничего. И никто, кому-то до них нет дела. Спасибо. Спасибо за ваш звонок, ваше мнение понятно. Мы сейчас прервемся и продолжим после короткой паузы. Лишь 7% россиян вовлечены в предпринимательство, остальные даже не рассматривают для себя такую возможность. Такие цифры содержатся в ежегодном национальном отчете «Глобальный мониторинг предпринимательства Россия-2012». В седьмой раз, представляя результаты национального исследования, его авторы сообщили, что 2012 год отличился уменьшением по сравнению с 2011 годом намерений новичков прийти в бизнес. Таких всего 2%. Более низкого показателя по возможному притоку свежих сил не было зарегистрировано не только в других странах, но и в самой России с 2006 года. Почему так происходит, об этом мы сейчас поговорим с Глебом Лебедевым, директором по исследованиям компании Headhunter. Глеб Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы полагаете, почему такая ситуация складывается? Люди не хотят идти в бизнес? Ну, на самом деле причин несколько. Конечно же, в первую очередь высокие административные барьеры. Это отмечают особенно те, кто, в принципе, пробовал заняться собственным делом. И действительно, у некоторых людей больше половины времени уходит не на занятия бизнесом, а на попытку разобраться, что же и куда надо сдавать. Ну вот, согласно вот этому докладу, не только страх, собственно, о котором вы говорите, да, и бумажная бюрократическая волокита, но негативная оценка населения возможностей и условий для бизнес-старта. Нет, сегодня у нас с телефонами действительно, видимо, большие проблемы. Я продолжу рассказывать об исследовании, которое провели коллеги, не наши, а те, кто имеет отношение к рынку труда. Глобальный мониторинг предпринимательства России 2012. Оказывается, что только 7% россиян вовлечены в предпринимательство. Больше, вернее, ниже порога еще никогда не было. Хотят войти в бизнес только 2% людей. И одна из причин, по которой люди не хотят заниматься своим делом, состоит в том, что население негативно оценивает возможности и условия для бизнес-старта. Глеб Лебедев снова с нами. Глеб Сергеевич, что скажете по этому поводу? Ну, действительно, здесь нужно понимать, что при нашем уровне налогов и при тех деньгах, которые получает население, достаточно сложно начать бизнес. Ведь, если просто посмотреть, в принципе, в мире достаточно распространено такой вид предпринимательства, как работа по франшизе. У нас более-менее нормальная франшиза стоит от 3 миллионов рублей. Это сколько человеку нужно проработать, и учитывая, какой процент у нас на кредиты, чтобы взять эти 3 миллиона и дальше нормально развиваться. Ведь, на самом деле, бизнес обычно начинает работать года через 3. И в результате страх перед финансовой несостоятельностью и возможностью пригореть, он действительно тоже очень сильно давлеет над людьми и не дает им возможности, в принципе, начать работать. Игорь Сергеевич, вот когда несколько лет назад у нас был пик кризиса, да, и резко увеличилось количество безработных, там, что-то около 5 миллионов было, тогда была государственная программа, как раз, которая должна была помочь людям свое дело открыть. Правда, там деньги небольшие давались, порядка 60 тысяч, тем не менее, достаточно, насколько я помню, по цифрам приличное количество людей воспользовалось этой историей. Чем это кончилось, вы не в курсе? Прежде всего, следует отметить, что достаточно большое количество людей возвращается в наемный трос. И, конечно, это связано, прежде всего, с тем, что порядка 90% бизнесов закрываются, то есть не продолжают получение, а являются убыточными, и человек уходит. Поэтому я сомневаюсь, что здесь какая-то другая история. Скорее всего, 90% из этих людей, они также вернулись на стезю наемного работника, что вполне нормально. Другое дело в том, что, в принципе, те условия выступили неким катализатором для такой молодой динамично развивающей сферы, как интернет. И здесь действительно появилось большое количество стартапов. К сожалению, у нас опять оборвалась связь с Глебом Лебедевым, директором по исследованиям компании Headhunter. Тем не менее, мы продолжим. К нам присоединяется Александр Бузгалин, российский экономист, профессор Московского государственного университета, кафедра политической экономии и экономического факультета. Александр Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Вот согласно данным опроса, вернее исследования, о котором мы сейчас говорим, молодежь не хочет идти в бизнес, предпочитает госслужбу. С чем это связано, по-вашему? Нет, к сожалению, и на этот раз у нас со связью сегодня какие-то сложные проблемы большие. Молодежь, как выясняется из данных сегодня опубликованного исследования, не хочет идти в бизнес, предпочитая госслужбу, госаппарат. Объяснений много. И некоторые молодые люди изначально говорили о том, что они хотят идти в бизнес, простите, в госструктуру, потому что это какая-никакая стабильность, это возможность пусть не очень хорошо, но зарабатывать постоянно. Кроме того, для некоторых молодых людей это возможность завести некие связи. Но, тем не менее, именно молодые и относительно рисковые люди, именно они составляют как бы основу движения вперед. Почему же все-таки наша молодежь не хочет рисковать? Этот вопрос я снова задаю Александру Владимировичу Бузгалину. Александр Владимирович, здравствуйте еще раз. Добрый вечер, да, еще раз, уважаемые радиослушатели. Почему молодежь не хочет идти в бизнес? Чего бояться? Ну, на самом деле, это более общая проблема, это проблема того, почему российский бизнес не является устойчивым, инновационным и работающим на страну, причем с некоторыми гарантиями со стороны государства. Потому что молодежь хочет иметь возможность разумного риска, причем в той сфере, где будут потребованы их творческие способности, в той сфере, где будут созданы определенные предпосылки для их будущего развития и прогресса. А это очень непросто. Для этого нужен инновационный бизнес, связанный с творческой деятельностью, с поиском новых технологических, экономических, управленческих решений. Александр Владимирович, ну молодежь на то, она и молодежь, чтобы они предлагали какие-то новые идеи, инновационные, это то, что сейчас модное слово, и реализовывали их. Они готовы были бы это сделать, если бы можно было развивать бизнес в этих сферах. Для того, чтобы развивать инновационный бизнес, нужны дешевые долгосрочные кредиты, нужны стабильные правила игры, нужна ситуация, при которой действительно будет поддерживаться инновационное производство. А оно сегодня неконкурентоспособно, потому что за счет сырьевой ренты, за счет административной ренты, то есть присасывания госбюджету, можно получить гораздо большие деньги. И молодые люди, к сожалению, это знают. В результате инновационные проекты заклебываются, они оказываются просто не способны выжить в условиях современной рыночной конкуренции, за небольшим исключением. Такие исключения есть. Ну и еще один, на самом деле, важный момент. Понимаете, сегодняшний малый бизнес, он всегда работает в кооперации с большими структурами. Это может быть государственно-частное партнерство, скажем, когда университет поддерживает такие инновационные программы. Это может быть партнерство с крупными корпорациями, которые действительно заинтересованы в постоянных поисках новых решений технологических. Это может быть долгосрочная программа, наконец, научно-технического развития, но только не формальная, когда люди пилят государственный бюджет, а реальная, основанная на действительном продвижении бизнеса. И еще один важный момент. У нас много молодежных, интересных, творческих разработок, которые внедряются, но внедряются за рубежом. У нас часто говорят, наши инновационные проекты не интересны бизнесу, они не интересны российскому бизнесу. Александр Владимирович, а вам не кажется, что молодежь просто рассматривает госслужбу как некий трамплин? Ну вот обрастить связями? Да, вы совершенно правы, потому что, на самом деле, когда они обрастают связями, они становятся интересны для бизнеса. Плюс они прекрасно понимают, что в условиях устройства на государственную службу можно получить немало каналов доступа к и материальным, и другим важным ресурсам. И на этой базе получить для себя будущее, плюс некоторую стабильность, что сегодня очень важно. Наевшись на примере 90-х ужасных противоречий и исков, родители сегодня молодым людям советуют идти в эту государственную систему. Но тем не менее, вот вы тоже сказали, что есть и исключения, причем такие очень серьезные. Я знаю, что в Томском университете прекрасно работает компания, где студенты что-то придумывают, потом продают патенты. Вы знаете, такие проекты есть и в Московском государственном университете, и в Томске, и в Новосибирске, и в Питере. Даже в негосударственных вузах, типа Московского финансово-юридического университета, работают, скажем, юридические консультации молодых ребят, причем бесплатные для москвичей. Молодежь хочет работать, но она хочет работать, как бы сказать, со смыслом. Знаете, когда даже Кеннеди в США сказал, спрашиваешь, что Америка должна сделать для себя, скажи, что ты хочешь сделать для Америки. Они готовы были бы что-то делать для России при нормальной заработной плате и перспективе роста. На госслужбе-то как раз не очень хорошая эта зарплата. Вы понимаете, на госслужбе зарплата не очень хорошая, но в госслужбе очень много вы можете получать доходы сверх зарплаты. Это ни для кого не секрет. И прежде всего об этом думает молодое поколение. А в бизнесе, на самом деле, если вы начинаете свой бизнес, вы получаете очень большой доход вначале. Это иллюзия, что вы будете сразу миллионером ездить на Мерседесе 600 и жить в Америках. Но, тем не менее, молодые люди все равно рискуют, все равно идут в бизнес. Александр Владимирович, я благодарю за то, что приняли участие в нашей программе. Напомню нашим слушателям, что мы сейчас говорили о докладе относительно трудоустройства молодых людей, которые не хотят открывать собственное дело, наоборот, стремятся всяческими путями попасть на государственную службу. А общее количество россиян, занятых в предпринимательском секторе, составляет всего 7%. Хорошего хочется вам пожелать бизнеса, чтобы стало меньше проблем. Молодежь, я думаю, все равно будет рисковать. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго.